Всем привет, друзья, с вами Антик, и мы продолжаем прохождение Героев Меча и Магии 5. Вторая миссия в компании Некроманта, и здесь у нас Маркел должен найти и восстановить город Мифоград. Пока что мы этот город не нашли, но доплыли в предыдущем эпизоде до Северного острова, и Маркел его зачищает с западной стороны. Ну, а Годрик помогает ему с восточной стороны, точнее будет помогать, он только что высадился, и я думаю мы в итоге Маркела и Годрика как-то встретим друг с другом. То есть мы пойдем вот по этой дороге, вот где-то вот здесь должна произойти встреча, поскольку Годрик тоже к этой дороге имеет доступ. Можно куда-то так вот на север пойти, поскольку у Годрика, к тому же вампиры в армии, им надо друг с другом встретиться. Так, ну а в городе нашем, в городе Ордена Порядка, мы должны построить алтарь света до конца недели, но для этого нужно 15 руды. Так, руды 4, значит к концу недели будет 10 руды, 5 руды где-то надо будет еще добыть, или на рынке, или еще где-то. Так, ну давайте тогда мы, наверное, Ракшаста и уничтожим Годриком. 28 крестьян. В принципе, наверное, потери-то актуальные для Ракшас. Попробуем как-то, может получится поменьше. Так, Грифонов мы в итоге тоже будем отдавать, потому что от одного Грифона толку немного, как известно. Так, кто из них ходит первым? 11, Ракшас ходит первыми. Давайте... А, слушайте, у них тут не укрытие случайно. Что-то я не посмотрел. Так, ладно, молитву. Да, боевой дух сработал, да? От этих Ракшас, надо их как-то первыми убивать. Так, вампиры у нас в армии, конечно, тоже пригодятся, поскольку у них есть умение, враг не сопротивляется, поэтому... Блин, опасно их бить-то. Нафиге делать. Да, вампиры у нас не успеют убежать от этих Ракшас. Так, они живые вообще эти Ракшасы-то? Живое существо, да, живое существо, значит вампиры смогут у них пополнять ХП. Хорошо. Так, 2713, тут у нас сломанная стрела. Давайте 27 бить. Так. От этой Ракшаса можно просто защититься. Всегда вот поставить крестьянина. Пусть они вампиров бьют. Немного четыре. Так, наша задача четыре вампира восстановить. Семьи правдами и неправдами. 27 крестьян пока подождут. Так, вы тоже. Да, говорили мне в комментариях, чтобы я красных нанял. Вот вместо латников можно найти там альтернативных воинов красных. Но я пока... Короче говоря, не знаю пока. Надо к этому как-то подготовиться морально. К найму таких существ. Потому что я не знаю, что там у них вообще. Хорошего-то. Ну, не два раза бьют вроде как. Так, давайте тогда. Сколько они восстановили-то? Три что ли? Так, давайте-ка мы посмотрим. Да, воскрешено три. Надо еще одного воскресить. Как-то. Так, ну, магии у нас полезной больше нет. Кроме всяких уменных ловушек. Так, сколько ты кулаком бьешь? 44, а с руки, с руки ты больше убиваешь. Сейчас у меня тоже будут вам первым бить эти ракшатся, четверочка. Я точно знаю, вам первым будут бить. Так, 0-1. Три-четыре. На прямую стрелу вышли, это хорошо. Тут этого пока не будем убивать. Она нам нужна. Эта принцесска. Подблокировать других. Так, и очень хорошо встали. Очень хорошо встали нам. Блин, минус четыре. Ну ладно. Крестьян можно отдать. Их пока не будем убить. Можно, кстати говоря, уйти пока что. Без два всего восстановили, да? Ладно, главное раньше времени ракшаса не убить. Бампиры успели восстать полностью. В полном своем составе. Так, надеюсь, рачки никакой не будет. Аккуратно позволяем ракшасам сходить. Один. А давайте сначала позволим вампирам ударить. 21 вампир. У меня же столько и было, да? Вроде как. Да, точно. Четыре крестьянина. Ну нормально, четыре крестьянина. Это не страшно. Форт на холме. Ух ты, я могу вампиров улучшить. И монахов могу улучшить. Круто. Ну-ка, давайте посмотрим. Инквизиторы. Стрелок. Нет штрафа в ближнем бою. Живое существо колдун. Колдун. О чем он колдовать может? Он будет проверить. Так, стрелок. Нет штрафа в ближнем бою. Живое существо колдун. Очищение еще добавок. Так, а параметры атак для защиты. Тут больше атаки. А, подождите, нападение. Тут больше нападения. Вот у этого, у адепта. Защита 31. 35. Очищение, наверное, от негативных эффектов. Очищает, да? Урон 11-14. Урон такой же. Давайте мы улучшенных возьмем. Вот альтернативные улучшения. Хотя бы посмотрим на них. Насколько они хороши. Так, и вампиров. Ураг не сопротивляется. Нежить летающее существо. Осушение. Тут князья вампиров. Нежить осушения летающее существо. Блин, нацепенение. Так, причем. А, тут враг сопротивляется, между прочим, да? Я думаю, все-таки мне полезно умение враг не сопротивляется. Поэтому я князья вампиров не буду брать. Но, если вы мне можете подсказать, ну, чем полезны князья вампиров. Чего у них лучше-то? 9-13, тут урон 7-15. То есть разброс урона побольше. И с бафами, наверное, сильнее бьют. И жизни у них побольше. То есть танкуют получше, да? Ну ладно, все-таки возьму привычных мне высших вампиров. Не знаю, напишите, чем полезны вот эти князья, если они вообще чем-то полезны. Часто ли ими играют? В каких они ситуациях более хороши? Более хороши сказал, конечно. Ну ладно, продолжаем. Так, у нас тут все еще нет руды. Да, это же у нас тот же самый ход, что я туплю. Ждем. Так, сначала с этим товарищем сходим. Отлично, блин, сундук плавает. Ни хрена там нет. Опять ни хрена нет. Чего-то подстава. 1500 золота, блин. Офигеть. Трех сундуков. Так, ладно. Давайте потихоньку продвигаться. Что тут у нас есть? Лесопилка. Водяные элементарии, так понимаю, да? Да. Ужасные элементарии. Так, тут у нас рудник. Ну, кстати, руда, слушайте. Очень низкая угроза, сотни скелетов. Блин, они мне так-то могут доставить беспокойство. Ух ты, они хотят присоединиться, нифига себе. Давайте примем. Так, их никуда девать. Охренеть, ко мне все... Все они же ко мне присоединяются. Несмотря на то, что я Годриком играю, а не Маркелом. Ну, что ж мне с голосом-то? Голос пропадает. Помогите. Так, много джинов. Они джинов пробивать. Ну, без потерь получилось круто. Мана у тебя полная. Тут сундук у нас с сокровищами. Отлично. Пришла очередь Маркела ходить. Так, насколько я помню, мы здесь взяли рыцарей. Рыцарей смерти у меня в 45 штук. Это же высшие существа, да? За, ну, как бы легендарки. За некрополис, я так понимаю. Иначе-то никак. Так, что-нибудь там, кстати говоря, лучники 9 штук. Так, я насколько я помню, да, тут колодец мана был. К колодец мана продвигаемся. Потихоньку. Так, тут все еще руды не хватает. Ирон, ничего мы не построим тогда. Руду тратить не должен я. Никакие тут соблазны тут реагировать тоже не стоит. Тут, кстати, можно без затрат руды построиться. Так. Ресурсы разные, так что можно, наверное, орден палагинов отстроить. Отлично. Палагин уже тоже крутые ребята у них. Есть вроде бы как бы... Вроде бы как бы... Очищение, то же самое. Так, 37 маны. Огненные элементарии, что они охраняют тут? Лишунов они охраняют. Руду, опять же, охраняют. Кстати, у меня уже 15 руды есть. Так, рамагического пасса позволяет изучать заклинание второго. Уровня. Хижина ведьмы. Слушайте, я думаю, стоит посетить. У тебя что там со скилами-то вообще? Да, скиллы только он может сейчас улучшать. То бишь, хижина ведьмы можно свободно, не боясь зайти. Так, подожди, я у того героя посмотрел скиллы-то. Что-то у меня маловато тут всего развито. Да, маловато всего развито пока что. Ну а давайте на элементарии попробуем напасть. Я их боюсь, на самом деле, они огненные. Ни враги как стреляют. Стреляют. Надеюсь, не АОЕшка. Так, тут пеньки. Это плохо. Так, Женецов надо как по центру выставить. Стрелок, элементарий, невосприимчивость. К огню, огненный щит. Огненный щит отражение, не отражение в случае. Ну-ка, давайте почитаем. Я не знаю, что за огненный щит. Когда он в существо нападает в ближнем бою, огненный щит наносит атакующему урон, независимо от того, имеет ли он способность контратаковать или нет. Забавно, забавно, слушайте. Это опасно, на самом деле. Черт побери. Как же с ними воевать? Только в дальнем бою. У меня дальненькие-то не очень развиты, да? Тут всего 59 скелетов. Черт. А, так у меня восстановление мертвых есть. Поднятие мертвых, я не имею. Вот на нем сыграем. Так, ну тогда ману не стоит мне тратить. Частливое слово. Ага, сейчас. Семь штук уничтожишь. Ну давай. Два рыцаря. Давайте раз рыцаря не бьют, тогда рыцарями и будем бить. 13, 15. Рыцари-то и... А, рыцари их убьют вообще. Блин. Плохо. Тогда нельзя рыцарями бить. Черт. Так, если их на смерть ударить, я не все равно щитом этим зафигачит или нет. А ну-ка давайте проверим на самом деле. Придется возможность сейф загрузить, но... Хочу проверить. Для этих что любить, атаку пустить 13, 15. Ну ладно, давайте, пофиг. Не будем тогда проверить. Пошли рыцарей бить, да? Блин, они сейчас ответят, что черт не бери. Нет, все равно даже если на смерть бьет, то... Умирает существо, да? Так, ладно, я сейчас все-таки загружусь. Именно как там кости на этом... Мудрились погибнуть. Так, слушайте, а если мне сделать рыцарей, допустим... Штук 10. Ну блин, как же их-то разделить-то? Ну вот, пусть они воюют. Как бы остальных не пускать в бой. Как-нибудь приманку выставим. Пусть они по ним стреляют. Ну вот, в принципе, так кажется, и было бы... И выставить. Кроме них никого. Так, ладно. Подождем просто. Минус 2, да? Так. Минус 14. Минус 14. 6 осталось. Можно было, в принципе, побольше сделать. Рассерин, ну ладно. Тут подбирать нужное число, конечно. Будет очень долго. Так, и давайте начинаем уже поднимать мертвых. Пятеро стаим и поднимем, да? Тогда еще рано поднимать. Тогда в оборону. Тоже в оборону. Подождем. Мы подождем. Героям все-таки стоит, наверное, атаковать. Тихотолку мало. Ну ладно, пусть стреляют. Вот 5-7 сейчас уничтожит, и мы его поднимем. Все время сваливать. Ну, один скелет, хрен с ним. Допустимые потери. Ну блин, как еще с ними воевать? Я не знаю по-другому как. Только так вот. Мучиться. Так, хозяин земли. Что я хотел прокачивать? Забыл я открыть колесо. Посмотреть. Что я планировал? Придется внутриигровым колесом пользоваться. Так, вестерин смерти, хозяин земли. Хозяин земли-то нужен мне был, не нужен. Увелитель чар, увелитель жизни. Где хозяин земли-то? А, вот хозяин земли. Так, огненная лужка землетрясения усиливается. Нет, ну он мне и нафиг не нужен от хозяина земли. Вестерин смерти я собирался брать. Так. Искусственное лидерство. Искусственная магия призыва. Вот, кстати говоря, искусственную магию призыва я возьму заранее, чтобы таки наведаться в библиотеку. Где она тут была? Вот она, сокровищница магов. Не библиотека, а сокровищница магов. Сюда я очень хотел зайти. Маркелом. Окей. Блин, столько еще дел. Надо карту почистить. Тут еще лук забрать пойти. Этих титанов. Очень много работы. Так, хромагического пасса посетим. Лечебная дальность. Ну, не выгорит, наверное, эта дальность. Чего не доходишь-то? Понятно. Тысяча золота. Архимагия. Кличи очень низко. Это, наверное, мы для Маркела оставим эту армию. Кличей. Так, на самом деле, давайте Годрика мы просто будем гнать в сторону Маркела, чтобы отдать ему уже все награбленное. А то я тут слишком уж Годриком много прохожу. 17 уровень у него. Вот вы, 15-й. По гос. Строение увеличивает в империи приростка костяных воинов. То есть, можно нанять, но мне нанимать-то некуда, потому что Годрика уже все занято. Разве что Грифона выгонять, но... Рано это делать пока что. Так, давайте тогда титанов-колосов пробивать. Отлично, опять дерево, 20. Так, кстати, я чуть не забыл. Надо уж построить уже алтарь света. Отлично. Теперь мне будет ангел уже прирастать. Потихоньку. Так, куда мы можем отправиться? Не бывает армия героев. Блин, все арены эти гребаные. Это, возможно, в конце миссии будет сюда захватить... Ну, то есть, в конце миссии, короче говоря, заглянуть будет хорошая мысль. Если у кого-то не будет хватать опыта, то заглянем. Обломки. Давайте обломки возьмем. Отлично. Стоп, 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 стоп. Еще 5 руды. Ой, 5 дерева. 5 дерева, 2000 золота. Что за подкова? Золотая подкова. Неплохо. Нейтральная нежить. Эх, сколько нежити нейтральной. Маркелу будет чем поживиться. Так, ладно, Годрик, давайте пробивай свои гребаных колосов. 24 крестьянина. Пробуем уменьшить. Точнее, не крестьянин, конечно же, а полченца. Да, у меня единички-то не на что делать. То, чтобы не на что. Нет у меня... А, тут, кстати говоря, прекрасная будет заслонка. Табличков даже, наверное, вперед поставим вот так вот, чтобы... ...дальность была побольше. Так, этого оставим тут. Метченька-то даже некуда поставить. Должен. Вот так как-то расставимся. Пусть подходит. Че не умеет? Карающий удар костить, да? Не карающий удар. А на сколько ходов? На 11 ходов хранить. Так вот. Тони впервые ходят с 7-рочком. Ну нормально, сейчас мы их быстро разделаем. У нас неплохой потенциал. Ну, я уже не заблокировать так, чтобы... Попозже к грифонам схожу тогда. Молитву, конечно же. 2-6. Давайте напрямую стрелу. Так. Памперы у меня успеют убежать. Четырочка сходит. Четырочка сходит, наверное, будет уже меньше. Если даже тут блокировать-то никого не понадобится. Наверное, их успеем убить. Да, мы их успеем убить. Да, и Бористо там добьет последнего. Все правильно. Уже не Бористо, а скелет. Ну, низкая угроза, как бы, у меня предупреждение было. Так что ничего удивительного. Да, мне еще советовали Годрика качать в этой миссии до предела. Хотя, в принципе, я обычно всех до предела качаю. Так что... В любом случае, спасибо за совет. Так. Шетман, 57. Ну, вот они и встретились, друзья. Друзья-родственнички. Так, давайте посмотрим. Маркилова до сих пор Бористо нет, но я не буду ему давать. Хотя стоило бы. Клон ледяных объектов усиливает все заклинания. Известим замораживание на 50%. Окей, это у меня ледяная глыба. Но ему, конечно, лучше отдать жерель для кровавого кукти. Что-то у меня аватарки пропали перед передачей. Это так и задумано. Наверное, из-за того, что случился ход. Уж я вот так вот делаю, вот у меня не тратятся очки хода. Наверное, нет. Потому что только для передачи. Как таковой тратятся очки хода. Так. Одеяние чё? Просвещение? Жерель для кровавого кукти. О чём не говорили, что это какой-то сетовый артефакт? Чё не написано, что он сетовый? Вот этот сетовый? Этот нет. А, про кольцо, возможно, говорили. В комментариях. Объятие смерти. Часть сета некроманты, да? Ну окей. Сва к колдовству. Давайте передадим опыт. У меня так и так будет, а вот колдовство. Для негроманта это очень тоже важно. Ну, в принципе, всё, да? Всё, теперь у нас Маркел приодет. Отлично. Забираем заклинание, призыв к синого роя. Какое-то оно бесполезное, это заклинание. Так, 33 у меня. Тёмная энергия. Так. Жуны и големы, да? Кого я из них подниму-то? Из жунов ясно делаю весь никого смерти, а вот из големов... Так, смотрим, где големы. Тут их нет. Тут их тоже нет. Чёрт, я големов не вижу. Да, сейчас поставил на запись, как дурак. Ну, то есть, поставил на паузу. Как дурак искал этих големов, а потом до меня дошло, что они же не живые. Никого из них не подниму. Так что давайте их в первую очередь атакуем. Орда големов. Одного висенька потерял. Да, и, кстати говоря, я забыл войската передать, да, вампиров там и прочих. Что-то опять затупил. Ладно, сейчас у меня Годрик тут. Годрик тут у нас поблизости. Так что, ничего страшного. Успею. Всё, успею. Висенька смерти выставим. Нечестивое слово. Льняная глыба. Блин, льняная глыба-то для него вообще ничего не значит. Да, Годрику надо лучников отдать. Всё, всё, сейчас исправлюсь. Сейчас передам войска. Да, они что-то в одну клетку подошли. Зачем? Или... Или что они делают-то? Всё, побежали уже. Так, три, да? Давайте подождём. Возможно, сейчас придётся восстанавливать. Нет, не придётся восстанавливать, потому что нас так убивают у них. Старая ведьма, живущая в хижине, вежливо встречает вас и желая вам помочь, учит тому, что знает сама. Способность сильная магии тьмы добавляется в копилку ваших знаний. Отлично. Улучшен у нас навык ранее изученный, так что очень даже хорошо получилось. Так, христианская хижина. Так, давайте Годрикам всё-таки передадим остаток армии. Не доходит. Ну и всё, неделя кончается. Так, что тут можно передать там? Вамперов? Этих сюда. Скелетов сюда. Да, наконец-то у меня куча скелетов будет. Какая-то стрелковая армия у Маркела. Вот он залабался уже воевать в рукопашную. Так, и кругом одни высокоуровни существа, то есть я, по сути, только смогу поднимать, ну вот разве что маги тут, по сути, могу поднимать только вестников смерти из всех этих мерёбанных джинов. Так, Годриком, давайте мы тогда так, магиять мы же там, да? Нам Годрику не нужно магиять мы. У него таки нету её, так что бесполезно туда заходить. Да блин, он промахнулся. Годрик-то у меня получше развит по навыкам, видно. 2000 золота, хотя опыт можно уже в принципе брать. Можно ещё одного героя нанять. Так, там у нас Маркел всё соберёт. Годрику-то в принципе уже нечем заняться на этом острове, наверное, тут Маркел справится. Щит из чешуи дракона наблюдаются плюс 3 к защите. Увеличивает инициативу всех маленьких существ в армии на 5%. Маленькие существа. У меня маленьких дофига. Сила дракона фотосетовый артефакт, да? Похоже, что... Хм. Идти за ним Маркелом или послать? Или пофиг. Я думаю, все артефакты всё равно Маркелу передам, потому что я не знаю, Годрик будет у нас в следующей миссии или нет, так что... Так, тут никакого прохода нет в эту запертую область. Тут только через портал, видимо. Ладно, в общем, Годрик я посылаю тогда на корабль, пусть он плавёт на старый остров, на нижний. Тут же надо пробивать. Отлично. Блин, ещё и обычных умертвей. Ушки, а можно максимум всё-таки тёмной энергии повысить? 176, 176, 174. Соски мало тёмной энергии. Хотелось бы больше поднимать. Так, золото. Нужно больше золота и больше ртуки серы. Супь, аман, шлёт. Всё, идём. Так, ты у нас продолжаешь мучиться на воде. В этой бронюшке, наверное, уже морская болезнь. Остов галеры? Когда-то это была галера, которая вела торговлю в морях всего Асхана. Теперь это всего лишь мусор. Один раз за игру в обломках можно отыскать сокровища, но будьте готовы, что вам придётся сражаться со стражей. Как бы и сказать, что заброшенный корабль, это остров галеры. Остов — это скелет, своего рода скелет или основание. Можно так понять. Так, ладно. Небесный алтарь. Почему скелет или основание? Потому что существуют такие основные деревья в информационных технологиях понятия. Там как раз это понятие и встречается. Мне оно знакомо, по крайней мере, вот по этому термину. Остовные деревья. Так, гильдия магов. Гильдия магов, бастион грифонов, тренировочные залы. Так, кстати, тут у нас перевод хромает. Архангелов и серафимов позволяют нам нанимать этот небесный алтарь. Давайте наконец-таки построим склад в конце игры, чтобы одну меру кристаллов нам приносило. Время пришло для склада. Хотя в кристаллах мы, в общем-то, и не нуждались особо. Но вдруг придет нужда, а мы не готовы. Всякое бывает. Так, слушайте, можно Годрика тут где-то еще покачать? допустим, силу магии взять, да? Золотишко. Стоп, давай-ка ты сюда сначала сходишь. тут не к спеху. В принципе, тут уже все не к спеху. Давайте тогда гильдия магов построим, посмотрим, что за заклинание едут у нас гильдия магов-то. Молния, чума, сняки, чар, уклонение, огнемощность, стена огня, вот стена огня полезная штука, наверное. Ни разу еще не использовал, не встречал это заклинание в компании. Стоп. А, все же край карты, да? Приплыли. Так, я думал, что можно будет еще за островом тут поплавать как-то по северу, проплыть, но, видимо, нет. Видимо, нам этого не дают такой возможности, так что, так что, не знаю даже, куда тебя поставить сюда, что ли? Тут плавать. Так, Годрик у нас получает баф. Гриналушка тебе уже известна. Ну, тогда ты через это здание пройдешь. Ммм, обычно жилов я без потерь убиваю, а что-то тут психанул, видимо, и с потерями вдруг. О, они еще и долетают. Здоровски, здоровски. Ничего мне леча этих поднимать. Да, я думаю, надо поднять, потому что у меня там будут лечи впереди, так что придется с лечами иметь дело. Прикроем тут все же. У нас 12. Теперь жалко не доходит. А что они вот так уедут, слушайте? Это все улучшено искусственным интеллектом или уебанной. Он не джинов улучшил так, что они не кастят ничего. Или это султан джинов, они могут кастить, ведь? Они вот так уйдут, вместо того, чтобы стоять просто и кастить что-то. Это все из-за мода. Такие неумные. Так, развитая защита. Навык, который уменьшает урон вашим войскам. Слушайте, я защиту вроде планировал брать, да? Искусственная магия тьмы. Да, защиту. Нет, подождите. развитая защита. Ну да, все-таки развитая защита. Берем. Не хватает на темной энергии. Наргулли тут. Все проходится нормально. Зачищается на ура. Миль магов. Что там у нас появилось? Антимагия Берзерк. Да, Берзерк такой же, как и в других героях. Так же работает. Похоже, что. Так, ладно. Алхимическая лаборатория и маги, С магами опасно, тут могут быть потери. Оставить покой, черт их. Сколько сокровища? Гремлины еще. Так, дарующую защиту. Все-таки да, предлагают мне дарующего защиту. Уже в который раз придется взять дарующего защиту. Хотя ускорение было бы лучше. Окей. Бастион грифонов, тренировочные залы. Мага в 5 уровне надо было еще строить. Так, слушайте, а у этого выдвига-то есть возможность еще 5 уровня заклинания учить? Наверное, нет, да? Нет у него там образования никакого? Ну-ка, сейчас посмотрим у этого Маркела по скиллам-то. Герой получает плюс. Ничего не написано про уровень заклинаний. Доволяет плюс-трик защите. Так, давайте посмотрим на его поближе. Так, это место свитка, да? сила драконов. Здесь у него пристроены щитом. Заспехи из чешии дракона, щит из чешии дракона. Блин, слушайте, артефакт такой мега, короче говоря, я вот чтим словом не пользуюсь в принципе. Не знаю, воспользуюсь я вообще. Но этот артефакт лучше по статам. Это защита инициатива. Пока я его надену, если что, потом переодену. так, костяные войны мне нужны. Блин, разве что. Как прикрытие? Давайте возьмем. Так, Годрик. А, слушайте, у меня еще до сих пор маг тут стоит. Можно на нем покачаться или потом. Не посещалось. Давай-ка мы тут все посетим. гильдомага встроим пятого уровня. Что там за заклинание это? О, воскрешение, круто. Ну, правда, жизни, да, уменьшаются, как воскрешение мертвых, только для живых подчинения. Таким, гипноз, да? Так, отряд под действием этого заклинания не может контратаковать. Контроль над отрядом будет утерян, если герой возьмет под управление другой отряд. Заклинание не действует, нанежит элементарий. То есть это... А, вот тут количество ходов, да? Все понятно. Прикольно. Прикольная магия мне стала известна тут. Маркел сюда вернулся, вернуться успел перед концом миссии. Надо как-то аккуратненько миссию не завершить раньше времени. Принять костяные войны. Да. только ради удачи посетим. Так, вот эти ребят ко мне присоединяются. 42 леча наконец-то у меня полноценная стрелковая армия теперь. Лечи и костяные скелеты. Костяные скелеты, что я говорю? Скелеты лучники. Так, что ты пройдешь мимо этого чувака-то? Или в драку ввяжешься все-таки? Зал героев, кстати говоря. Забыл я про эту штуку, что тут еще есть. Дополнительное здание, верфь, верфь мне не нужна. сейчас, мифоград увижу? Или не увижу? Или это есть мифоград? Все-таки. Слушайте, возможно, это есть мифоград, раз другого города тут нет, хотя тут-то вряд ли какой-то город магов будет, хотя, черт его знает, сейчас мы это все выясним. Что гадать-то? Разрушенная башня, это состояние увеличивает империи прирост привидений. Мне нужны привидения. Вот их надо бы выгнать, наверное, вообще. Их толку никакого. Но они кучу энергии стоят. Давайте вместо скелетов возьмем лучше. Ладно, я думаю, и тех, и тех надо выгнать вообще-то. Привидений этих жнецов все равно их мало. Ракшасы. Снова на Ракшас нападаю перед концом недели. Не очень хорошо, да? Так, а кто еще впереди встретится? Маги? Архимаги? А, кстати говоря, возможно, там бифград есть. То есть сто архимагов как-то это очень очень много. Хоть подождем следующей неделе, чтобы темная энергия подкопилась. Так, и все, можно годриком идти. так, ты пройдешь? Точно пройдешь? Не будешь атаковать его? Да, пройдет мимо, нормально. Все, последнее здание, ну, предпоследнее там еще. Алтарь надо улучшить. Уделяю лучника. Ух ты, ни хрена себе, 112 шансов. Давайте вручную. Сейчас мы, наверное, этого вестника и сольем за ненадобностью. никакого замедленения нет. трикбанша есть. Ледяная глыба там от нее толку никакого не будет сейчас. Можно благословить в принципе кого-нибудь. Можно покричать трикбанши. Ну-ка, сколько у тебя там дамаг разброс? Блин, гребан, скелет не нажимается. 2-3 у тебя 13-18. В принципе, можно давайте сначала крикбанша тогда. Минус 1. Пока что ни разу он не проявил себя, этот крикбанша. Это что, в укрытии типа встало или что? Минус нет. Минус чуть подойдем. Так надо бы его там уже и блокировать, наверное. Чтоб он не сильно подходил. Хотя у меня возможно рыцари смерти их убьют с одного удара. Нет, мой дамаг тот же. Какое тут укрытие может быть. сейчас самое время сделать благословение. Какое-то странное анимация у этого благословения. Какие-то листья сверху падают непонятные. Да, он пошел уже. Уж нет, рыцари смерти они мало очень отнимают. Тихо ракшасов. Так, если я подожду, да, еще получу ход. Так, минус два. Хотя мне можно умение применить, чтобы не дратить зря. Хотя можно было в принципе и это дратко снять. Сейчас мы пробуем. А нет, слушайте, у них бесконечный отпор, да? А нет, вроде не бесконечный отпор. Умение живое существо, враг не сопротивляется, большое существо, нет, слушайте, у них нет бесконечного отпора. Давайте тогда снимать обратку. Ну, неудачно я встал, да, привидениями? Заблокировался своих жильцов. поднимать пока все равно некого. Так, у кого еще разброс большой у этих рыцарей? Не, столько ману трачу. первого убили. Какая досада. Блин, прием тоже убили. Тоже нехорошо. Так, слушай, я гей-вампир это. Не вижу их труп. Вот, меч, да? Вместо трупа. На привидение я встал уже не сами, так что привидение сейчас получится. Смертельный удар это что, половина? То есть половину воинов убивает или как? Ну-ка, смертельный удар. Существует 25% вероятность, что атака этого существа убьет половину существ в отряде противника. Неплохо. Неплохо. 21-мампир поднимется. Бон, как же тут встать-то? Как ударить и не сойти с места? Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и все забываем А, да, про привидения Это я забыл вообще Ну ладно, хрен с ним 53 мне предлагают восстановить Но, конечно же, у меня столько нет Ресурсов Мне на двух только хватит Вот так, 80 103 очка надо, чтобы одного восстановить 2-3 женица, прям, принципе, их сливать собирался, но Ну, что-то никак не все не получается Так, искусственная защита Искусственное лидерство Давайте весник смерти уже возьмем Так, что за артефакты тут Увеличивает боевой дух и удачу Львиная отвага Что-то тут дофига сетов Львиная отвага Это, наверное, Годрику больше пойдет Боевой дух и удача там Так, сейчас золото Все нормально Вот тут еще дофига всего плывает Будет чем заняться А, кстати говоря, привидения-то у нас Пополниться сейчас Круто-круто Так, ладно, заходим Наверное, уже добью эту миссию до конца В этом эпизоде, потому что Что на деле величая скорость движения Это конюшки Потому что, в принципе, осталось тут, наверное, немного 20 рудов мне не хватает Так, давайте выменяем руду тогда О, не то Туда зашел, простите Ой, опять не туда зашел, простите Хе-хе Ммм Это у нас рынок Так, слушай, 11 руды Это будет дорого, наверное На самом-то деле С одним-то рынком, да? Да, с одним рынком Это большая сумма Так, что-то не получится У меня 20 руды взять Так, да фига ты изучил заклинание? С чем я тебя и поздравляю Так, арболитчик и стрелок Живое существо Точное выстрело В этих стрельбаешь без штрафа Живое существо Но точного выстрела нет, да? Даже не знаю, что важнее это Все-таки я обычно Арболитчиков возьму С точным выстрелом Так, крестьяне у нас тут Да, крестьяна, кстати говоря Совсем забыл нанять Они же мне еще и золото бы приносили Побольше Ну ладно, сейчас уже поздно Эти палагинов возьмем И всех стрелковых юнитов Что будут? Аболитчиков, то бишь Мне сейчас надо идти с коллсами драции Наверное, мне больше пригодятся стрелки, чем О, я не тех взял, да? 16, 9 Так, могу их подготовить Но это денег тоже стоит Ладно, следующего дня ждем Кто-то слегка опять затупил Нет штрафа нам А, да, в рукопашне нет штрафа Вот так вот Так, еще парочку, наверное, возьмем тогда Раз уж что-то пошло Попробуем с такой армией убить этих коллсов Ну там титаны на самом деле, не коллсы Хотя они молнии пошарахают ведь Ну, кого тогда брать? Так, слушайте, давайте посмотрим Годрик Там что у меня изучил, какие заклинания В итоге у него есть В книге магии У него уже вызов подкрепения был, да? Все это время А, 75% очков перемещения Ну ладно, фиг с ним Без подкрепения не справлялись Так, магия Коминая кожа, уклонение, гемагия О, воскрешение все-таки ты изучил, да? Неплохо Неплохо Ну что ж, давайте тогда попробуем Раз воскрешение есть, я думаю Нас прокатит Стрелков возьмем тогда Можно даже Палагинов, наверное, не брать Хотя Чего-то узнает Палагинов тоже не будем брать в этот бой Лучше сделаем побольше Крестьян Чтобы блокировать А, хотя, что их блокировать? К ним уже бежать надо Ой-ой-ой Тупняк пошел Потому что, ну и тупняк Тогда палагинов берем Палагинов у них максимум закуплены Ладно, латников тоже возьму Вот так вот мы собирались в поход Да, мне денег-то нет Деньги есть Так, 112 магов, да? Что-то можно предпринять Мне бы колодец еще встретить Будет финальная битва какая-то Мне сейчас будут фигачить огненными шарами Сколько я понимаю Так что нас как-то отвезти подальше друг от друга Так, привидение не знаю Стоит ли не стоит двигать Похоже, Крикбанша у меня никогда не сработает Нет, они кулаком бьют Он просто стреляет на пробив Ну ладно Тут как не встань, мне кажется, все равно Отхватишь Шлигасики Так, ну тут вампир займется Эту магу надо уничтожать Так, давайте как не встанем, чтобы он не пробил Насквозь Как-то так, что ли? Так, его можно поднять сейчас Сук тут Воскрешение 50 У нас один потерялся И тут у нас два потерялся Так, скелетов воскрешаем тогда Так, ну этих рыцарей убьют Тогда вот эти надо бить Ого, полегче И сюда че-то опасно Ты можешь убить Мне еще рано убивать Мне еще нужно пострадать Так, воскрешение Три, два Вот еще один Стерпим раз Да, он все-таки Рыцарей бьет Сейчас мы их-то и поднимем Блин, так маркило Еще далеко кушать Ну все Враг разгромлен 4 тысячи опыта взяли Да, наличие бы надо было накопить Все-таки Оставить маленькой энергии 122 Нет, не хватит А че, даже на дно не хватает Что это дно? Хватает же А, это архиелечи Блин Ну ладно Так, искусственная магия Мы высшее образование Так, питаемые шахты Это для ПВП скорее, да? Повелитель чар Искусственная магия призыва Так, насчет магии призыва У меня что-то за мнение Да, все-таки надо брать Повелитель чар Сколько там она-то? 13 осталось Вот колодец В принципе, давай-ка ты лучше форс сгоняй Пока есть время Торопиться нам некуда особо Так Мана полная Так, кстати, тут еще где-то форт был Я забыл про бафы А ну-ка Давайте попробуем По-другому А, посещалась уже, да? 54 арбалетчика, да? Давайте попробуем улучшить Да, конечно, армия у меня Суперская Да, конечно, армия у меня суперская Так, а какая у тебя сила воскрешения? 27 всего Возродишь А сколько потеряли мы? Так, погибла 27 Ну, все правильно То есть можно пока Подождать Три погибла Палагинов Еще парочка палагинов погибла Палагины же Просто так Умирают у меня Ни за что ни про что Хотя тут можно, в принципе, было и без штрафа убрать Арбалетчиков Так, давайте воскресим Четыре палагина Плотников, возможно, стоило с палагинами вместе тащить Но фиг знает Не угадаешь? Сука, хп у меня 150 на 2, где добьем Так, давайте тогда Арбалетчиков воскресим 24, надеюсь, не будет удача Тело, чем я караю чудо, роднел Он сейчас не нужен У меня же 13 было палагинов вроде изначально Ни сколько А, 14 было Ну ладно Одного палагина потеряли С этим мы, я думаю, справимся 1500 золота И лук Так, интересно В следующую миссию переходят все-таки артефакты Только надетые То, в общем, он еще дожает штрафы Ну вот, отлично Еще один повод, чтобы не брать Тех вот Альтернативных Арбалетчиков В свои эти В свои войска Что-то у меня скрип-то не посещался Я вроде бы его Разграбил Или там с сохранениями опять перемудрил Короче говоря, артефакты Они переходят все-таки Только те, что надетые Или те, что в инвентаре тоже приходят Надо выяснить Так, ладно Годрик, мы тогда в склеп зайдем В порядку Просто опыта Тут ничего нет Нет, видимо там спаунится, что ли Нефиг знает Понятно Двенадцать монахов Давайте зайдем за монахами Можно, кстати, еще за моны зайти Так, денег у меня, кстати, не так уж и много А вот мы, кстати, можем тут улучшить Двенадцать тысяч Двенадцать тысяч Двенадцать тысяч Сколько у меня в день прибавляется Четыре тысячи, да? Ну, это мне не поможет Величей увеличить Потому что давайте мы К колодцу будем продвигаться потихоньку Может, случалось, видно, зайки Потом к колодцам Волшебный кулак Вот, ну, нафиг всю эту магию Забыл я их соединить Два Эти у меня заблокированы оказались Тьфу, ты, блин Подстава А, там к колодец будет, так что Двенадцать Двенадцать Опасно Двенадцать Тоже опасно Пять-восемь Вот, нормально Нет, нет Черт Ну ладно, фиксы Потерял я Одну умертвую А, двух Местников смерти Так, лесопилочку И ресурсы Что за артефакт Золотая подкова Да, точно Золотая подкова Стоп По крайней мере, всю карту мы поисследовали Сурсалычи Скала Увышает удачу Ты уж этих скал посетил, блин Дофига Так, ладно Тут идем мы Годриком В принципе, Годрик Уже нечем заняться на этой карте, видимо Совершенно Чего там подкова Куда берется-то Вместо карты Таро Удачу и знания Карты Таро Тут просто удача на 2 Но знания-то мне больше пригодится, чем Удача Так, привидение 91 Еще один стак архимагов Ну, в принципе, для кача полезно будет В принципе, я еще тех рыцарей Годриком не убил Которые были там Тут у нас препятствия У меня бы сейчас было 90 рыцарей В принципе, что 44, что 90 Все равно очень много Так, сейчас будет прострел тут, да, наверное Да, они всех разных атакуют Нет, прострела не будет, видимо Так, ну ладно, я пока покричу Так, ну ладно А, умерли тут Опять уперлись в это препятствие Которое трудно заметить Вон, нафиг с ним 26 магов Тоже кулак О, сейчас на скелетов Блин, слушайте, умные твари Вообще всех Смогли задеть Давайте опять поднимем тогда пока Мне сейчас придется к колоду вернуться еще раз Так, поднятие мертвых на скелетов 49 Какой-нибудь мана осталось Здесь мана еще дофига мана Так, сколько у меня потерялось Или чей-то Че-то зря Че-то зря Че-то было зря Ну ладно Че там потерял-то лечей много, да? Три леча всего, ну нормально Ничего, мне ее восстановить тут не хватит Никаких ресурсов Так, ну бодрик Пока отдыхает Кстати, Маркел так и не посетил Аренку Или посетил? Посетил Блин, ну дурак Убежал От колодца маны Ну-ка давайте автосохранение Ну да, уже в принципе Сейчас будем заканчивать Потому что я буду устал Надо бы эту миссию уже пройти Так, зомби Слушайте, зомби мне нужны вообще в армии Мясо в принципе сгодится И можно в форт на холме предварительно закинуть Наверное уже не стоит Так, а тут вот мифоград у нас, да? Да, все-таки нашли мой мифоград Очень низкая опасность Тут у нас что? Одностранный вход А мне надо вообще этот замок-то захватывать? Там может быть какая-то магия полезная, да? Видимо да Кстати, небесный отдаль можно улучшить Так, мне вот его восстановить надо Интересно, что означает восстановить? Тут что? Ух, тут опасность вот с оконей Нифига себе Я даже сохранюсь Хоть сначала мифоград ты, да, твою Мифоград был важным центром магической науки Здесь изучали самые сложные Самые тонкие аспекты учения Аски Если бы фанатики безумного короля Хельги Не сожгли его до основания Мой учитель Сандра не погиб бы безвозвратно Но ничего Я отстрою мифоград И первыми о нем услышат маги города Хикама Ммм, маги города Хикама Ну да, как раз тот город Который надо Который пока не надо, между прочим, уничтожить Так, Маркел у нас ученик Сандром Я его обычно Сандром называл Но, видимо, Сандром все-таки правильно Да и кому нужны эти ударения вообще? Чего переживать-то? Кого там? Их магов, наверное, в первую очередь надо убить Так, давайте-ка мы Глубу, что ли, запустим Так, это было где-то 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 Ну ладно О, у меня темная энергия полная Давайте-ка мы Поднимем тогда Скелетов всех Этих у меня не хватит Ресурсов То есть там архи-лечи Я имею в виду А у меня просто лечи Так, изгнание Мне нужно вообще А, это на стороне врага Часть признанных существ изгоняет, да? Изгнание Повеликий разум мне нужен Повеликий разум Нет, Повеликий разум мне не нужен Давайте изгнание возьмем, пока предлагают Так, и что значит Теперь у нас С заданиями там Восстановить Построить стадель надо, чтобы восстановить, да? Построить стадель Стадель, это у нас где Ратуша, склеп Форт Замок, кладбище драконов Выполнял агент стадель там А, вот она стадель Все Ладно, давайте тогда Начнем восстанавливать Потихоньку Склеп Таверна Погост Очки города Да, в принципе, пофиг, чего восстанавливать Мне и так воинов дохрена Просто, наверное, пока восстанавливается Я сгоняю тогда Вот к этому Сокровищницы магов Все равно мне вот этих ребят Не пробить пока что Хотя, черт знает, может и пробью Так, где можно корабль прикупить? Чего прикупить-то? Вот у меня тут есть корабль Так, ну и Годрика, наверное, туда пошлем Чтобы пробивать этих китанов Более первый день недели Хотя 10 тысяч золота всего Подождать стоит Стоит подождать Ух ты, ух ты, ух ты Слушайте, маг задвигался Нифига себе Вот оно что Видимо, стоило только Мифоград не захватить Маги зашевелились Круто Здоровски Я, похоже, что не Не учел Надо повысить уровень героя Можно Как у меня опыта Как раз начало уровня Я что-то пропустил это дерево Бесплатно повышает Так, клонение, стойкость Это все защитные навыки Стойкость по-любому мне нужна Готовность мне не светит Так, магический рон уменьшает Интересно, мне не Лечит защиту нежики Так, вот я сушки не знаю Что прокачивать Лучше-то Так, если вражеские существа Атакуют отряд героев Убивают у всех воинов По цене отряда Остается Это штука полезная, конечно Отличество Жизни Мне больше нравится Стойкость Кусто-моги Тьмы Все, пределы разведки Достигнут Круто 20-й уровень Так, отстраиваем Гребаный Эйфоград Они поплыли, поплыли куда-то Куда поплыли, хрен его знает Надо сейчас их вылавливать Как-то Она посвящалась А тут уже не надо будет посещать Мне Давайте всех улучшаем Архи-лечи Так, давайте лечей сравним Нападение 24 Тут нападение 26 Тут урон больше, да? Так, стрелок Нежить Смертоносное облако Большое существо Колдун Стрелок Нежить Большое существо Колдун Без облака, да? Нет, мне облако нужно Так-то А у меня это хорошо Так, призраков Нежить Бестелесность Несточение маны Летающее существо Без маны, да? Кража боеприпасов Кража боеприпасов Мне нравится Так Нежить Ярость Ослабляющий Удар Тут Нежить Ярость Отравляющая Аура Слушайте Отравляющая Аура Это хорошо Тоже Так вот Сделаем Пять тысяч Золото Ну тут уже Золото Начинается Нет, слушайте Ягельбе могла бы Тоже Построить Да, золото Мне в конце Мессии пригодится У меня время Вроде как Не ограничено Количество Так что Жар мне Не увеличивается Никак Рода Группа Да, очень Низкая Опасность Куда он метит Сюда что ли Далеко Слишком Лифтоград Захватить Хочет Нам Черт Идется Высаживаться Форд Так Меня потом Дадут Задание Интересно Убить Этих магов Или нет У него Садился Выпал дальше Черт Как же Мне поймать Годрика Что ли Тащить Давайте Кослушайте Годрика Мы Снарядим Блин 7000 золота Всего Хрен Мы его Снарядим Хотя В принципе Он сейчас Уже готов Пойти И убить А что Не показывает Сколько Там Вообще Этих магов Что Сам по себе Плавает Он просто Уплывает Туда А вот Очень низкая Просто низкая Ладно Бифград Мне Тогда Не к спеху Восстанавливать Мы наверное Сейчас Наймем Тогда Кого Сможем Серафим Колдун Воскрешение Союзников Парочку Ангелов Возьму Так Вместо Крестьян Можно взять Маркел Туда-сюда Жизнь Просто Все Где-то Уплывает На самом деле Сваливает Что Я Хрен Поймешь Так Ну Слушайте Я Могу Доплыть В принципе До него Маркел Тогда уж Вот Годрик Сейчас Никуда Не Поплывет Тушеная Башня Цитадель Уровень Города Шестой Продолжение следует... Куда ж ты попал-то, а? Ты же сам себя в угол загоняешь. Че, не хватает? Максимальный уровень улучшения сооружения. А, слушайте, больше третьих гильдий магов нельзя построить, да? Понятно. Жаль, жаль. Добавна он меня сейчас гоняет тут. Да, будут такие достаточно потери хорошие. Давайте вручную. Так, вот сюда мы, наверное, расстрелим. Вручную. Кто-то там убил-то? Костяных лучников. 17 штук. Не так уж и много. Так, вот сюда. 2 3 вот этот горгуль туда побьем зомби забавный зомби так можно поднять-то 12 тут 25 один всего всех по мелочи дам такими убил так вот давайте на духовку пусть все бегут на 7 ну первым жалко так будь-ка не буду сейчас ходить на все он сбегает собака глубить она пусть сбегает мне сейчас не до этого сколько получится то тебя возродить то две штуки наверно и одну 206 чем не был уйду так не хватает очков все еще давайте вот тогда пока бодрика мы вытащим так ну чё цены ли готов построить не теряется миссия то все таки закончится когда ее построю тут ничего интересного нет так сохранимся так сохранились значит и строим цены смотрим что произойдет испугавшись мощи восстановленной столицы нежики титаны покинули свой пост путь к хикам открыт неплохо милая слава восстановлена источник мудрости святилище асхи возродилась из пепла теперь мы завоюем весь мир то есть я хотел сказать империи крифона завоюет весь мир так новое задание наверно появится да задачи выполнены задачи обновились захватить хикам да все правильно отлично это значит что пришло время закупаться еще раз так давайте мы улучшим кто есть тут у нас арболитчиков так кто еще можно прикупить там ну я забыл да так давайте всего ресурсы нафиг продадим тогда мне кстати там во втором то городе так как тут между городами то переходить вот в втором то городе у меня есть рынок вообще хватает денег куда и рынка нет чтобы деньги вытащить ладно давайте деньги тогда вымениваем сколько мне надо 400 золота да неосмотрительная слегка поступил а уже велось встретиться ну ладно ход подождем все продаем нафиг все ресурсы что мне там на ангелов то надо ну ладно кристаллы или чем надо кристаллы точно все это предел это пределы моих возможностей сейчас давайте пойдем хикам завоевывать тогда хотя фиг знает годриком то его завоевывать тоже мне же надо все равно побывать там будет маркелом чтобы маги изучить так как тут призем приводница так лучше к берегу да все повышалки еще на карте в принципе можно посетить но тут повышалок то особо не много да не вижу так тут вроде ничего нет здесь мы уже побывали годриком тоже ничего нет удобная карта да тут еще можно в принципе зайти маркелом прокачаться так какая там угроза сейчас у нас очень низкая так что можно наверное войска сливать без этого без страха да пойдет такие потери пойдут вполне что можно поднять архиелечей архиелечей поднимем все больше ничего не надо заклинание изучено призыв феникса круто просто здорово возвращаемся в город так тут угол да посещал так гудрику ничего наверно повышать у него все повышены так слушать какой уровень то восемнадцатый надо гудриком захватывать это в город потому что ну родные земли остается только взять так так тут у нас ничего нету так маркела сейчас веду в город ордена порядка чтобы магию тоже изучить но нет просто вот сюда надо дорогу проложить так это у нас колодцу я уже так максимум 45 тут нам ничего не надо у нас тоже ничего не надо в принципе ну ладно хоть сохранимся хоть сохранимся так что я не изучил что-нибудь да ускорение изучил замедление так куда еще пойти там сюда как-то надо добраться да это будет долго надо через верфики нападений тебе не хватает да подкрепление все изучил короче так давайте главное раньше времени не закончить миссию так тут у нас город уже а не город просто героя я сейчас буду атаковать надзор волшебство скорости блин волшебство скорости гребаная я хотел что я хотел там а нет ускорения вообще-то хорошо стоп нет это я не туда смотрел вот ускорение общее тут у нас тут плюс 5 процентов ну блин не дают мне короче изучить то что я хочу надзор может быть взять пока надзор давайте пока надзор возьмем потому что я хочу вот этот скилл все-таки взять хотя ускорение вообще тоже хорошая штука ну 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 моя королева позвольте вас поздравить вы как всегда блистательны мы сделали первый шаг на пути возрождения империи грифона а ты сделал первый шаг на пути к мести у нас общая цель кодрик нравится тебе это или нет я бы посоветовал не забывать о хороших манерах особенно в присутствии королевы могу я получить этот амулет я предпочту оставить его у себя пока не будут собраны все четыре это слишком опасная игрушка маркл ах моя королева ваше недоверие разбивает мне сердце позвольте мне сохранить этот амулет для вас тебе ваше величество но он просто не способен понять величие нашего плана меня заботит только одно величие империи грифона решать вам моя королева храни амулет годрик ты вернешь его мне когда мы будем готовы как прикажете слава грифону я бы сказал иначе ваше величество слава бессмертному грифону ну что ж миссия завершена вторая миссия в компании некроманта нападение в принципе осталось мне на этой карте только маркелу посетить ту повышалку но это я сделаю в принципе уже и без записи вполне себе так можно это сделать и мне в город таки не дали зайти да чтобы посмотреть что там хотя там уровень города 18 хотя там магия какая-то наверное была ну ладно в любом случае я с вами прощаюсь спасибо что следите за прохождением героев пятых все становится интереснее и интереснее подписывайтесь на канал если все еще этого не сделали ставьте лайки и делитесь видео с друзьями всем удачки с вами был